Средства структурирования. Итак, целью структурирования является системное отражение принятого разработчиком курса педагогического решения в Moodle. А вот теперь я начну рассказывать то, на чем все построено в курсе. Структурирование онлайн-курса опирается на понимание двух типов элементов, из которых состоит любой курс в Moodle. Для понимания сущности возможных элементов в структуре курса давайте посмотрим на это видео, которое показывает процесс добавления элемента курса и ресурса. Суть этого процесса следующая. Как только разработчик курса, то есть вы, коллега, включите режим редактирования, на странице курса можно увидеть ссылку «Добавить элемент или ресурс». Это то, из чего состоит обучение в курсе. Давайте хорошо запомним смысл этих, казалось бы, примитивных понятий. Между элементами курса и ресурса есть значительная разница. Как вы видите, они разделены на две части в меню добавления. Я бы сказал так. Ключевым словом для понимания сущности элементов и ресурсов является слово «активность». Это значит, что ресурс всегда предназначен для пассивного просмотра контента. А элемент курса – это всегда активность, практическая деятельность, за которую, как правило, выставляется оценка или остается конкретный цифровой след. Вот некоторые наиболее частые элементы курса. Тест – это автоматическая оценка ответов обучаемого на различные типы вопросов с анализом результатов и автокомментированием ответов с различными ограничениями доступа и шкалами оценивания. Форум – древовидный показ дискуссий с одновременной рассылкой публикаций и ответов по электронной почте. Задания – текст или файлы, отправляемые на проверку и получение отзыва и оценки. Глоссарии – словарные статьи, размещаемые автором курса и или обучаемыми, в том числе на оценку и с комментированием. Лекция – совокупно страниц с определенным контентом и тестовыми вопросами на проверку знаний. Среди ресурсов часто используются такие, как пояснения. Они видны на главу, страницы курса, файлы для скачивания и страницы, как ссылки на главные страницы курса, на которых размещен контент. Более подробно мы рассмотрим работу с элементами и ресурсов в отдельном модуле «Размещение контента». Есть еще один элемент в системе любого курса, назначением которого является последовательное группирование элементов и ресурсов по тематическим логическим разделам. Раньше этот элемент так и назывался «раздел». Несколько лет назад его стали именовать секцией. Аналогом секции может являться понятие «тема», «раздел», «модуль». Внешне это выглядит как заголовок, под которым располагаются элементы и ресурсы. На рисунке видны пункты 1 и 2, который представляет собой название секций. Разные авторы курсов по-разному могут их именовать. Тема, модуль, раздел, контрольная точка. Но это только название, а суть остается неизменной. Группирование элементов и ресурсов в определенной логической последовательности. С секцией можно выполнять следующее действие. Удалить, переименовать, создать, переместить. Если открыть режим «Редактирование», то в этом онлайн-курсе появится возможность совершать действие секциями. Вот секция «Редактировать». Ее можно выделить, скрыть, удалить, отредактировать. Можно добавить, например, одну секцию, вот здесь. И можно ее переименовать по карандашику. Тема 0. И ее можно удалить. Вот и все. Секции нет. Спасибо за то, что вы уяснили все элементы структуры курса. Продолжение следует...